Меня попросили открыть наш траурный митинг. Я Александр Даниэль, председатель Петербургского мемориала. Я скажу несколько вступительных слов, а потом у нас, что называется, открытый микрофон. Мы здесь собираемся в тридцатый раз. 29 лет назад, в летом 1989 года, мемориал впервые провел дни памяти на Славках. Прошло 30 лет. Наверное, надо подвести какие-то, надеюсь, промежуточные итоги нашей борьбы за память. Я хочу сказать печальную вещь. Мы наши бои за память проиграли. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть вокруг себя. Все возвращается. Все вернулось уже. всевластия тайной полиции, фальсифицированные судебные дела, пытки на следствие. растет количество политических заключенных в нашей стране. это если только ограничиваться баранками нашей темы. Темы террора, темы депрессий, темы политических преследований. Ну и шире мы имеем. Как тогда, в 1989 году, мы хотели через память стать свободными. Этого не получилось. Мы не свободны. Страна не свободна. В стране послушный парламент, в стране имитации демократии, имитации выборов, имитации самых разных институтов, которые принято считать демократическими. гражданское общество подвергается чудовищному давлению. Год от года, месяц от месяца нам все труднее работать. Уже сколько? С 1998 года наши траворные дни имеют формат Сандармох, Сановки. Мы как бы идем обратно вверх по реке Времени от гибели к страданиям, от расстрелов к Соловецким лагерям. Вот мы сейчас поднялись, мы были в Сандармохе, где окончили свой путь 1111 Соловецких заключенных. Мы поднялись вверх к тому месту, откуда их увезли. Наверное, мы не смогли чего-то понять. Наверное, память, как таковая, не делает людей свободными. Наверное, мы ошибались. Наверное, свободными делают людей понимание, осмысление прошлого, а не просто память о нем. Мы не сумели осмыслить наше прошлое. Никто из нас, никто из нас самая умная, самая начитанная, самая, не знаю, какие, знающие, все еще не могут дать себе и другим ответы на вопрос, что же это было, что же происходило с нашей страной. и пока мы не умеем дать ответы на этот вопрос себе и другим, мы не можем достигнуть понимания и настоящего тоже. Может быть, нам надо подниматься выше и выше по реке времени, может быть, нам надо искать корни глубже, чем мы их искали, корни зла. Во всяком случае, нам каждому из нас надо постоянно и непрерывно думать. Автоматизма ритуала в памяти нас не спасают. Мы проиграли бой за прошлое, но я думаю, что пока живы мы, а когда будем мы уже не живы, то следующее поколение наших сограждан будут продолжать нашу борьбу за понимание. Бои проиграны, война не проиграна, пока кто-то продолжает бой. Мы будем продолжать этот бой. Нас к этому обязывает обязывают наши мертвые, память которых мы собрались сегодня почтить. Собственно, это все, что я хотел сказать. Простите. Сергей Кривенко, член правления Международного общества Мемориал. Ну, я хотел бы в какой-то степени, может быть, чуть-чуть прикрыть это такой пессимизм, который просвучал в выступлении Александра Юрьевича, потому что, да, ситуация ухудшилась, да и в самом, и мы все понимаем, что сейчас идет какая-то обратная реакция, но, с другой стороны, ее можно уже воспринимать и по-другому, что можно быть и благодарным в кавычках президенту Путину за то, что он скрыл все эти язвы, все эти миазмы, и вот этот труп Советского Союза наконец-то весь этот гной и Советскость вышла наружу. Те, кто хотел, пометил себя Георгиевской ленточкой, те, кто хотел, совершил что-то и сейчас как бы на крайней мере мы видим мы видим и представляем себе наглядно ни по мемуарам, ни по книгам, как это могло происходить в 30-е годы, да, как большинство людей, так сказать, стали принимать ту политику власти, может быть, внутренне сопротивляясь, может быть, внутренне не сопротивляясь, но вот эти механизмы и эти технологии, когда тогда применялись в усиленном виде, вот сейчас, конечно, в меньшем масштабе, но тем не менее, они вот просто стали видны, и это может быть единственный плюс современности, вот, но кроме осмысления, самая, да, очень важная вещь, которой мемориал занимался, занимается все эти 30 лет, осмысление произошедшего, а я хочу напомнить, что чрезвычайно важна и другая линия мемориала, а именно работа по защите прав человека, не случайно теперь эти даты 80 лет большого террора и 70 лет окончания большого террора, который будет этот юбилей в этом году и 70-летие принятия декларации прав человека, они ну, так совпало, но они объединены, теперь они объединены навсегда эти эти юбилейные круглые даты, потому что единственное, что человеческая цивилизация как социальную технологию сумела противопоставить давлению государства ужасным преступлением государства это систему прав человека, простые базовые права, их немного, права на жизнь, права не подвергаться пыткам, права на судебное разбирательство, права на запрет на рабского труда, права на объединение свободы мнений, вот, ну, фактически все, права на передвижение их, 10-12 основных базовых прав, в основе, которые лежат в основе декларации прав, человек, но самое это главное, эти же права, мы называем их правами человека, но это же изначально, это обязанность государства, то есть те лидеры в 1948 году приняли на себя эту обязанность защищать эти права, и когда мы говорим о правах человека, это означает, что это есть обязанность государства защищать эти права, И вот с этим-то сейчас большие проблемы То есть мы видим ряд стран Не только Россия, к сожалению Но и ряд других стран на Западе Польша, Венгрия, те же Штаты Отходят от этой идеологии прав человека Так что это общий вызов в том числе и всем нам И всему этому поколению 70 лет просуществовавшая система прав человека Основанная на обязанностях государства И созданные международные механизмы Которые следили бы за тем, чтобы это все работало И крутилось, и усовершенствовалось Вот эта система дает сбой И это вызов Это вызов большой всем нам И как с этим бороться Это тоже требует понимания, осмысления И внедрения социальных технологий То есть кроме осмысления исторической действительности Что произошло с нашей страной в 20 веке Наверняка это все зрело и готовилось Многие сотни лет Этот взрыв И все власти государства Как оно стало расправляться С неугодными противниками Мы же сейчас это все переживаем В уменьшенном виде Это просто, ну, действительно Вот отрыжка советского Агония советскости И, ну Нет повода, это для уныния Потому что в Германии Вспомним же, что Германия тоже тяжело изживала Меньший период нацизма И в 70-е, 80-е годы Произошел перелом Насколько я понимаю В немецком обществе Когда вот, можно сказать Случилось необратимые там последствия И германское общество полностью отошло То есть 70-е годы Это 40 лет после войны Мы еще не прошили 40 лет после 91-го года Так что это время Время перемен Ну и вот осмысление Плюс работа по защите прав И нашему, вашему поколению Наверное, уже предстоит И по линии осмысления И по линии защиты прав Придумать новые механизмы Новые какие-то возможности И внедрять их в нашу действительность Это просто все возможно Мы видим, как на примере там Грузии, да Раз за несколько лет Коррупционную полицию Которую дорожную там брала За несколько лет буквально Раз сменили Мы видим перемены, приходящие в Украине Тяжелые эти Но возможно Все возможно Главное Какое-то Гражданское сопротивление Со стороны Ненасильственное Наверное, основной урок От 18-19 века Это Все-таки сопротивление Должно быть ненасильственным Но Но это тоже требует осмысления Разговоры Это частный формат этого Спасибо То есть Я думаю, что Для уныния Времени еще не наста Спасибо моим коллегам по правлению Они начали Замечательную дискуссию Мы с Александрой Во время выступления Сергея Смотрели друг на друга Потому что Кто будет первый отвечать А отвечать тут много По каждому пункту Я уступаю тебе Кто тебе сказал, что я собралась отвечать По глазам Нет, ну мне положено отвечать за правозащиту Тут это Вызов брошен Я Вчера начинала об этом говорить И сегодня хотела продолжить Я говорила о том, что соловки Лично для меня, например, очень важны Потому что здесь можно И нужно И постоянно мы этим занимаемся В поиском смысла И Вот я слушала И Александра Юрьевича Сергея Извините Я не помню Какое же имущество Владимировича И Думала о том У меня одна фраза Крутилась в голове Которая обычно говорят Давайте прежде чем рассуждать Договоримся о терминах И Мне хочется договариваться не о терминах А о смыслах, которые стоят за словами Мы Еще я немножко посчитала Мы говорили о О жертвах О мертвых О терроре О жертвах ни слова не было сказано Извините, о мертвых было, да? Нет, о страданиях еще было И о последнем пути И еще И так далее И об их правах И о правах живых А Знаете, что у меня во всем этом Все время не хватает? Мне в этом во всем Все время не хватает героев Чем хуже все вокруг Вокруг хуже И на самом деле Примеры Различных стран В которых были какие-то Изменения и перевороты Когда ты разговариваешь С теми людьми Которые в этом участвовали Активно И так далее Они через несколько лет Говорят Слушай, мы не представляли Что реванш Власти бывает так быстро У нас есть окно Мы можем что-то сделать И в этот момент Мы должны понимать, что Но обычно Когда мы сделали Какой-то рывок Сделали А дальше мы растерялись Мы не знаем, что делать Мы не знаем, как это исправить Мы не знаем, как сделать по-другому Что делать с этой памятью Что делать с этими Ну, права человека Хорошо Они всем десерклят Существуют А кто-то вообще Когда-нибудь думал О том Насколько это реально Влияет и помогает Обычно Это такой же Как Александр Юрьевич Вы сказали Про то, что мы делаем С памятью Ритуалы Это такие же ритуалы И мне кажется Что то, чего нам не хватило И почему сейчас Действительно идет откат Системы прав человека Это потому, что нам Того самого осмысления Того самого осознания Для чего мы это делаем Мы к этому подходили Как к ритуалу И то же самое Произошло с памятью На мой взгляд Мы подходили К памяти Как к ритуалу Мы подходили К памяти Как собрать всех На площадь Как написать Помним Не забудем Не простим Что не простим Кого не простим За что не простим И кого будем помнить И как У нас люди У нас люди стерты Те Кого мы якобы помним Они у нас стерты У нас есть Нам страшно Что это снова будет Это уже есть И сейчас Это есть Страшнее Чем Там В конце советского периода Да Чуть Полегче Чем В тридцатые И даже Наверное В двадцатые Ну в общем И мы завтра будем Например В Саватево И будем говорить Про Сегодня Ой сегодня Извините Да Сегодня Через несколько часов Мы будем в Саватево И будем говорить Про борьбу За политический режим И будем говорить Про борьбу Заключенных За свои права И будем говорить Об их достоинстве Их борьбе И о том Что они сделали Для того Чтобы не было Того кошмара Который был Но почему-то Для того Чтобы этого кошмара Не было Мы помним Не о них И не о том Что они делали Для того Чтобы этого не было А мы помним О тех Кто говорит Мы жертве Нас случайно Я рассказала анекдот Меня посадили Мужа расстреляли И так далее Мы помним Мы почему-то Все время забываем О тех Кто поролся И о тех О тех Кто что-то сделал Может быть Ну то есть Очевидно Что мало Как говорится По результату Видно Что мало сделали Но Это правная точка Об этом надо помнить И Ну и соответственно То Что мне хочется сказать В конце Это то Что Сейчас Наша обязанность Помнить О тех Кто сегодня Сидит И о тех Кто Сегодня Борется И о тех Кто за это Сидит Голодающие Политзаключенные Олег Сенцов Юрий Дмитриев 64 Украинских Политзаключенных За которых Голодает Олег Сенцов И Я честно говоря Уже не могу считать Но сотни людей Которые Сидят По политическим Мотивам В России Я не буду говорить Политзаключенные Это спорное слово А Мне кажется Что обо всех Словах Нужно говорить В общем Давайте Помнить О том Что Бывает Сопротивление И За это Сопротивление В том числе Люди страдали Это не факт Что я дам слово У нас есть Себе-то дала Слово на реплику Да и мне Я абсолютно Согласен с Александрой Единственное Что я хочу Против Чего я хочу Возразить Это против Слова герои Мне Кажется Что одна из Величайших Бед нашей страны Это Запрос На героев Запрос На борцов Да Запрос На солидарность Да Запрос На отстаивание Своего И чужого Достоинства Да Запрос На героизм По-моему Контрпродуктивен Всегда был Есть И будет Сегодня вечером Если Я не разболеюсь Окончательно Я пойду Пойду в Саватево Я каждый раз Когда Появляюсь на Соловке Иду в Саватево Потому что Один Мой добрый Знакомый Замечательный Старик Которого уже Очень давно Нет в живых В 23-25 году Провел Саватево Два года В полицкете И каждый раз Когда я туда Прихожу Я вспоминаю Давида Мироновича Бацера И вспоминаю Как я однажды Спросил У Давида Мироновича Уже Это были Глубокие 80-е годы Я спросил Вот вы Ваша Однопартийца Вы боролись Да вы же Проиграли Вашу борьбу Сказал я И он сказал Нет Не проиграли Дальше он объяснял Почему не проиграли Это слишком Долго рассказывать В Саватево расскажу Да В Саватево расскажу Если дойду Вот Но он считал Что Его жизнь И жизнь Его товарищей По борьбе Не прошла даром И в общем На самом деле Просто Она не прошла даром Просто Потому что Они боролись Я Соловки Это такое место Где нужно И тут Александра абсолютно Права Именно Соловки Это то место Где нужно Помнить о сопротивлении Она не прошла даром Если мы об этом не забыли Мы не забыли Юр Юр Возьми эту штучку Добрый день Я Юрий Бродский Кто не знает Я Юрий Бродский Кто этого не знает Меня зовут Юрий Бродский В следующем году Будет 50 лет Как я уже Живу за ловками Я приветствую всех Кто приехал сегодня Кто находится на площади И было бы больше Местная власть Просто не пускает сюда людей Директор музея Очевидно Администрация Делает пакости тем Кто хочет прийти сюда Я хочу напомнить Еще о людях Нас стало меньше Но по объективным причинам Тоже Эту плиту Открывая Привезли сюда Катя Генеева И Арсений Рогинский Просто нет с нами Нет уже многих других Кто понимал Что Соловки Это символ Государственного террора Для двух поколений людей По крайней мере Но на Соловках Все гораздо сложнее Если по Свенцим Или Бухенвальдам Все однозначно То здесь все перепутано И красота И жуть Может быть нет гармонии только И я думаю Что все началось Даже не при большевиках Большевики стали Этапом развития страны Андрей Битов Составил хронологию ГУЛАГа То есть это перечень событий Которые привели Россию в ГУЛАГ И первый пункт В этом перечне Основание Соловецкого монастыря Как ни странно И очень логично все Вот история монастыря Начинается с избиения Одной женщины С благой целью На Секирной горе И потом эта история Будет проецироваться На всю историю Монастыря И тюрьмы Которые возникли В монастыре Совершенно не случайно Тюрьмы были Придатком К монастырю А потом монастырь Станет придатком К тюрьме Это все очень логично И это не осмысленно В масштабах страны По крайней мере История эта продолжается Смерть Гибель на Голгофе Одного человека Изменила мир И вот 20 лет лагерей Когда погибли Столько людей На Соловках Они изменили Соловки И Соловки уже никогда Не будут такими Какими были И пусть они уничтожили Все материальные следы Пребывания здесь лагеря Это все равно будет Прорастать на Соловках Вот Каким-то образом И земля Помнит об этом Потому что В могилах И на Соловках Лежат люди Разных национальностей Разных вероисповеданий Разных Политических взглядов И уже Никому не отделить Прах Петра Вегеля Прилата Папа Римского От Праха Павла Флоренского Они в одной яме лежат Понимаете Вот Соловки Это символ Объединения людей На самом деле И земля Где Пролита кровь Невинных людей Она свята Свято место Национальных трагедий Так же Как Места Национальных побед И Если сегодняшняя власть Пытается об этом забыть Пытается вычеркнуть Эту историю У них все равно Ничего не получится Ничего не получится То есть вот Святый Соловков Я об этом хочу сказать Это важно Я не готовился Простите Святый Соловков Как раз В Соединение Вот В том что Земля пропитана кровью Вот на Секирной горе Где избили одну женщину Она превратится Вместо расстрелов Потом И Это все очень логично А власть Ну что власть Она Эти депутаты Которые нами командуют Эти чиновники И никогда не будет Конечно На Соловках Комнаты Мемориальные комнаты Дмитрия Сергеевича Лихачева Как обещал губернатор И Они уничтожают Вообще память Всю Вот сейчас Уничтожили Табличку На тюрьме О том Что здесь сидел Декабрист Горожанский Просто тихо Сняли Унесли Ее тоже Им такая память Не нужна Им нужно благолепие Они уничтожили Последнюю надпись Заключенную В Преображенском соборе Надпись На арамейском языке На языке Христа Вообще Уничтожили Забелили Ради Как это называется Благопразия Что ли Благолепия Церковного И все это Отзовется Конечно А Помните Как у Галича А это сумеет Любой дурак Стегнуть Позад ремнем Это сумеет Любой дурак Полить безоружных Сласть Но мы-то знаем Какая власть Дала им За правду власть И мы-то знаем Какая власть Дала нам в руки Кайлова И все мы поданы Ее И носим Ее клеймо Ну и вот Мы не забудем Об этом По крайней мере Не умею говорить Лучше пишу Кто-нибудь Что-нибудь Хочет сказать Да Майором Александр Я Кандидат Муниципальные депутаты В Москве То есть К текущей повестке дня Муниципальный статус Не имеет Наверное Особого отношения Основные вещи Уже были сказаны Поэтому я не побоюсь Даже Ну Анекдот процитировать Значит Призывник Перед комендантом И комендант его ругает Вот Ты не хочешь Идти в армию А что ты будешь делать Если будет война На что призывник Ему отвечает А что вы будете делать Если будет мир К текущей повестке Это имеет отношение То что А вот если Уйдет Путин Если будет то же самое Что умер Сталин Через 10 лет Были 60 То есть Даже после Огромного террора Жизнь взяла свое И мы должны быть готовы Ну Заниматься политикой Что называется Вот этих людей Их Ограничивали Их убивали Потому что Потенциально Они могли Заниматься политикой Мы тоже можем Заниматься политикой Причем Не на уровне героев Не на уровне Навальных Мы можем Просто помогать Какой-то Политической партии Мы можем Муниципальным депутатам Тем же местным Помогать Чтобы здесь Установили табличку Которая никогда Как бы не появится Достаточно Местный совет депутатов Чтобы содержал Независимых Там Людей Жителей Которые В вертикали власти Не встроены Вот Поэтому Если будет мир Если на уровне федеральном Какие-то плотины Ну Плотину Свобода прорвет То Нужно Чтобы Между нами Были доверия Достаточные Для того Чтобы Выбирать Людей Которые будут Заниматься политикой Для того Чтобы помогать Каким-то Партиям Которые Этой самой политикой Будут заниматься То есть Доверие Между Нами Нам Ну Как сказать На самих себя Тоже нужно посмотреть А не только Жаловаться На то Что Нас ограничивают Добрый день Всем Приятно Вас Видеть Я Павел Виктор Иванович Не работает Микрофон Я громко Говорю Я так скажу Зародная Аудитория маленькая Павел Виктор Иванович Здесь Я 30 лет Официально На Соловках И вот Как с вами Как с Сергеем Где-то 90-е годы Помните Когда все начиналось Помните Как Люди Со всей Страны Даже Со всего Мира Приезжали Со всего Мира Это просто Я говорю В том объеме Это уже Десятилетия Такого нету Как люди приезжали Со всех Религий Со всех Течений Со всех Богословий Со всех Это дело Было В том И вот это Нам самое главное Надо выяснить По-клоренскому Он описывает Когда в водовосекомбинате Я Директор Водовосекомбината Последние годы Работал До этого Мастером У меня Говорит Цехи Работает 51 51 51 Национальность Работает То В стюбетейках Ходит Как в это Вы понимаете Что Вот Мы тут Говорим Да Депутаты Я просто Говорю Что Вот Хорошо Что Мы Собрались И Никого Нет От Мэрии Если бы Стояла Здесь От Мэрии Я бы По-честному Ушел Ушел Потому Что Я не хочу Эти дежурные Слова Слышать Не хочу Чтобы Разговоры Мы Вспомним Мы Будем Помнят На завтрак Все забыли У нас Здесь На Соловках Как Юра Говорит Это Очень Как по всей России Если Говорят Много Значит Ничего Не будет Это Уже Аксиому Выйдет Юнги Приехали Крип Кам Все Туда Сюда Аллею Посадили Понимаете Где Аллея Десять Лет Назад Одну Аллею Посадили Где Аллея Я К чему Говорю Все Люди Национальности Приезжали Испомните Тот Порыв Никто Никогда Не Учил Никто Не Подходил Никакая Власть Не Вмешивалась Самая Главная Власть Как Депутат Говорит Что Вот Власть Давайте Отведел Это Все Мы Это Все Прошли Мы Это Прошли Все Сколько У нас Тут Было Концепций От Власти Сколько Это Было Где Они Все Я Прямо Вам Говорю Где Наши Все Мэры Которых Мы Выбирали Где Они Все Стояли Когда Дежурно Заставляли Сюда Приходить Было Было Дежурно Праздничество Здесь Стояло Пол Поселка Я Извиняюсь За Наших Соловчан За Наших Музейных Они Узнают То Что Он Дает В Книгах Все Они Узнают Они Знают Но Такая У нас Страна Сейчас Они На Работе Они Не Могут Сейчас Прийти Но Они В Человек Работает А Зимой Вообще Ничего Нет И Это Последствия Человек То Ясно Ему Надо Зарабатывать Ему Надо Сам А Если Они Понимают Что Потом Мы Это Их Простим Потому Что Не Будем Говорить Вот Они Не Пришли Все Половина Общества Советско Недуховно Здесь Я Схожу Есть У меня Места Такие Где Я Бываю Один Друзей Вожу Васил Девяностые Года Тогда Где Кладбище Заключенных Как Потом Было Что Этого Не Было В свое Время Церковь Ходила Там Пимефодию Поставить Большой Памятник Это Все Потом Это Все Скрылось Но Я Прихожу Даже Раз Месяц Зимой Кто-то Следы Есть Вижу Летом Там Кресики Опали Все Ленточки Повязаны Почищены Значит Даже На такой Маленький А то Что Здесь Собрались Вот Такие Молчат Все Ненасекерные Я Может Тоже С вами Поеду Хотя Недавно Был Там Я Не Люблю Так Когда Много Народов Так Я Привык Здесь На Соловках Жить Это Меня Устраивает А то Что Все Собрались Все Чисто Та Все Нет Никого Никто Ничего Не Говорит Я Вас Душев Поддерживаю Но Я Опять Извиняюсь Перед Вами За Наших Соловчан Не Думайте Что Вот Их Нет Да Вы Приехали Уехали Мы Остаемся Здесь С Этими Памятками С Этой Скорбью Мы Реально Здесь Живем И После Вас Приедут Другие Люди Вот Недавно Иностранцы Были Хорошие Англичане Были Они Все Интересуются Они Все Интересуются Если Интересуются Значит Они Донесут Нам Не Надо Владеть Ни На Власть Ничего Да Своими Деяниями Делом Каким То Маленьким Мы Восстановим Так что Спасибо Вам Большое Я Первый Раз Выступаю Вам Спасибо Вам Спасибо Спасибо Вам Все Так У нас Состоялась Замечательная Дискуссия А Хочется Ответить На Каждую Реплику Каждого Выступающего Но Я Этого Делать Не Буду Не Не бойтесь Я Скажу Что Наши Наши Проблемы Не Решаются В Общем Виде Они Никогда Не Решаются В Общем Виде Мы Никогда Не Сможем Придумать Глобальное Решение Всех Тех Проблем Которые Здесь Были Насланы Но Мы Можем Каждый В Отдельности Вместе Разными Группами Мы Можем Сделать Что-то Важное И вот Мне Сегодня Хотелось Пригласить Всех К Проявлению Солидарности Посмотрите Здесь На этой площадке Которая Называется Почему-то Аллея Памяти И Улица Павла Флоренского И все Это Странные Переплетения Разных Памятей Разных Толкований Этих Памятей Но я Сейчас Не об этом А о том Что Сюда Приезжали Люди И В общем С Достаточно Большими Усилиями Устанавливали Здесь Памятники Их Здесь Существенно Меньше Чем В Сандармухе Или в Левашово Или в Москве Или в других Городах Но они здесь Есть И Да Они здесь Есть И К этим Памятникам Сегодня Люди Не смогли Доехать Не смогли Доехать По разным Причинам Украинцы Не приехали Потому что Идет война Не знаю Почему Не приехали Наши Друзья Из Чечни Не знаю Почему Не приехали Армяне Но у меня Такое Предложение Давайте Сделаем Такой Очень важный Знак Солидарности Подойдем К каждому Памятнику Сделаем Фотографию И пошлем Этим друзьям Которые Сегодня Не с нами Спасибо И якуты Не приехали Далеко Дорого Трудно Причины Каждый раз Разные Ну просто Давайте Мы их Поддержим Нет Пожалуйста Я сейчас Да Я поняла Что я должна Сказать Вы знаете На этом месте Стоит Один Странный Памятник Это Памятник Русским Очень Трудно Спорить С памятью Потому что Память такая Какая она есть Какая выросла Такая и существует Какой поставили Та и стоит Но все таки Этот памятник Как-то очень Требует Комментария Я долго Пыталась Ну как бы Это тот случай Когда ты чувствуешь Что вот что-то Не так Да Ну надо это Как-то вот это Не так Вербализовать Понимаете Дело в том Что Это не первый Памятник А может быть Да Это первый Памятник Русским Сейчас Стоит Несколько Еще таких Памятников В чем Смысл Как мне кажется Этого Памятника Если Остальные Национальные Конфессиональные Памятники Люди Люди Ставят Своим Своим Ну так Как они Понимают В поисках Национальной Конфессиональной Идентичности И Помнят О своих Это не значит Что они Помнят Против Кого-то Чужого Да Они Помнят О своих Ну Отойдет Отойдет Твои речь Перед Перед установкой Памятника Русским Мы знаем Несколько Таких Историй Говорит Ну что Вы сюда Понаехали Со своими Памятниками Зачем Нам тут Чужие Памяти И после Этого Появляется Памятник Русским Он не Про своих Он против Чужих Ну вот Это такой Мой Комментарий Мое Понимание Я его Никому Не навязываю Но мне Так Кажется Это Устроено Давайте Начнем Если Нет Возражений Подойти К каждому Памятнику И послать Потом Людям Которые Ставили Этот Памятник От Нас Участников Дней памяти Такой Привет Я предлагаю Начать С первого Это Первый Это Якутский Памятник Подойдем К нему Потом К польскому Украинскому День памятник День памятник